МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новостей на телеканале Обденск ТВ. Поговорим о событиях города и региона. В студии Георгий Розуаев. Идаря Человекова. Вот о чем расскажем сегодня. Секретарь Калужского регионального отделения партии «Единая Россия» губернатор Владислав Шапша провел прием граждан. В Калужской области отметили 125-летие маршала Победы Георгия Жукова. Интеллектуальная транспортная система Обденска. Мечта или реальность? Новый директор пассажирского автотранспортного предприятия взял курс на развитие. 1 декабря в Калуге секретарь Калужского регионального отделения партии «Единая Россия» губернатор области Владислав Шапша провел прием граждан, которые обратились к нему с просьбой оказать содействие в решении различных вопросов. Встреча прошла в общественной приемной партии в день 20-летия со дня ее основания. Представители жителей города Сосинский и станции Шепелева Козельского района обратились к главе региона с просьбой отремонтировать дорогу Оптина-Пустынь-Нижние Прыски-Сосинский-Шепелева. Они пояснили, что трасса, по которой проезжает как общественный и личный транспорт, так и туристические автобусы, находятся в плохом состоянии. Хотелось бы, чтобы нам сделали дорогу. Обратились они к губернатору. Министр дорожного хозяйства области Михаил Голубев отметил, что в настоящее время движение по трассе интенсивное, дорога загружена. В этом году удалось отремонтировать часть дороги до Оптиной-Пустыни, которая также была в плохом состоянии. На остальном участке планируют начать работы в следующем году. Протяженность трассы – более 14 километров. Стоимость ремонта составит более 200 миллионов рублей. Основную часть работ планируют сделать в 2022 году, полностью завершат их в 2023. До города Сосинский дорога будет отремонтирована в первую очередь в сторону станции Шепелёва, это более 4 километров, в 2023 году. Владислав Шапша поручил профильному министерству выполнить ремонт своевременно в обозначенные сроки, учитывая тот факт, что на данной территории муниципального образования проживает 12 тысяч человек. В ходе диалога представители и жители станции Шепелёва поблагодарили губернатора за организацию работ по проведению газа. Губернатор также рассмотрел обращение о капитальном ремонте здания средней общеобразовательной школы номер 2 посёлка Бобынино. По словам представителей родителей, здание требует безотлагательного ремонта. Министр образования и науки области Александр Аникеев отметил, что капитальный ремонт здания в планах профильного министерства. В настоящее время сделана смета на ремонт и проверена госэкспертизой. Школа среди приоритетных общеобразовательных учреждений. Владислав Шапша отметил, что капремонт школ – это одно из важнейших поручений президента России Владимира Путина. Это большая программа, которая коснётся не одной школы. У нас 49 школ только в первом этапе заявлено уже. Поэтому, конечно, будем делать. Я уверен, что всё в следующем году уже будет профинансировано и с нашей стороны, и со стороны правительства Российской Федерации. Спасибо вам огромное. 1 декабря в Жуковском районе губернатор Владислав Шапша принял участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 125-летию годовщины со дня рождения четырежды Героя Советского Союза, маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. Мероприятия начались с литии на родине великого полководца в деревне Стрелковка. На территории мемориального комплекса «Родина маршала Жукова» гости возложили цветы к памятнику полководцу и осмотрели обновлённую экспозицию дома-музея. Празднование юбилейной даты продолжилось торжественным мероприятием в районном центре на территории мемориального комплекса Георгия Жукова. Губернатор Владислав Шапша зачитал приветствие президента России Владимира Путина. В частности, там были такие слова. Юбилей этого выдающегося военного и государственного деятеля – большое, знаковое событие. Не только для земляков, жителей Калужской области, но и для всей страны. Георгий Константин Жуков был прославленным полководством, личностью поистине исторического масштаба. Он всецело посвятил себя служению Родине. Прошёл героический ратный путь от рядового Первой мировой до маршала Победы. Его стратегический талант, умение в самых сложных ситуациях принимать грамотные оперативные решения во многом определили итоги ключевых переломных сражений Великой Отечественной войны. Яркие оценки таланта, организаторских способностей, смелости и твёрдости нашего великого земляка, легендарного полководца маршала Жукова прозвучали в словах Юрия Валяева и Владислава Кононова. В поздравительном адресе участникам мероприятий помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский так сказал о Жукове. Простой русский парень из Калужской деревни, благодаря упорному постоянному самообразованию, врождённым талантам, железной воле, умению предугадывать действия противника, властному и твёрдому характеру, превзошёл в полководческом искусстве немецких фельдмаршалов. Свои поздравления участникам празднования направил полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. В ходе торжественного собрания Владислав Шапша вручил советнику председателя Российского военного исторического общества Ростиславу Мединскому медаль за заслуги перед Калужской областью. В музее Георгия Жукова в этот день также прошло открытие новой экспозиции, что стало важным событием не только для жителей Калужской области, но и для гостей из других регионов. На этой неделе в Обнинске прошел круглый стол, тема которого звучала так – интеллектуальная транспортная система Обнинска – мечта или реальность? Создание такой системы – это часть планируемых изменений, одним только обновлением муниципального транспортного предприятия и его автопарка ограничиваться не намерены. В обсуждении приняли участие представители областного руководства, Росатома, городской администрации и многие другие. Заместитель губернатора Дмитрий Разумовский подчеркнул, информационные технологии – это не волшебная пилюля, решающая все проблемы, а лишь инструмент. Потребуется потрудиться, чтобы был создан механизм, где этот инструмент бы заработал как надо. Мы в августе текущего года утвердили стратегию цифровой трансформации нашего региона. Она была подписана губернатором. И среди прочих 11 направлений все, что касается транспорта, выделено такой приоритет. Безусловно, это самое главное – это безопасность, это вопросы экологии, это вопросы экономики. Министерством дорожного хозяйства нашего региона была разработана концепция построения ИТС. В целом, по Российской Федерации, эти сложные комплексные системы, они внедряются после соответствующего анализа, проверки проектов. Выделяется генеральное софинансирование на запуск этих проектов. Калужская область тоже в получении такой субсидии участвует. И мы рассчитываем, что в ближайшие три года этот проект будет запущен, реализован, в том числе при поддержке наших федеральных коллег из Министерства транспорта. Получить нашу область может не менее 240 миллионов рублей. Внедрение интеллектуальной транспортной системы начнут в Собнинска и Калуге. Важно использовать наработки, которые есть у региона, считает Дмитрий Разумовский. Сеть камер для фиксации правонарушений на дорогах, приборы для весогабаритного контроля, система безналичной оплаты проезда на транспорте и многое другое. Серьезное решение экологической поездки, переход на газомотор, это очень много сложностей, которые возникают, соответственно, у нас. Потому что это и определенные заправки, это и другого типа техника и так далее. Это одна история. Вторая история, соответственно, мы должны изменить систему управления внутри ПТП. И в данном случае здесь цифровизация нужна и в рамках оптимизации деятельности предприятия. Потому что выходы на маршруты, графики, все остальное, это тоже очень важная вещь, показатель эффективности работы. Новые автобусы – видимая часть большой работы, говорит Татьяна Леонова. Цифровые сервисы дадут людям удобство и комфорт. Житель города должен иметь информацию, в какое время приедет автобус. Если задерживается, то на сколько и где он. По мнению Татьяны Леоновой, цифровая система – неотъемлемая часть работы общественного транспорта сегодня. Городоначальник отметила, необходимо понять, какие решения по транспортной сфере будут наиболее эффективными. Важно не сломать существующие, а подготовиться к плавному переходу к новым реалиям. И надо понимать, куда переходить, как это сделать. На круглом столе надеялись услышать, какие есть возможности более эффективного управления транспортом, говорит сити-менеджер. Мы очень трудно работаем с Калугой. Мы работаем единым, скажем так, таким подходом. И для нас очень важно сегодняшнее принятие решения, потому что это решение будет распространяться на весь регион. Мы не можем себе позволить в каждом городе покупать разные системы, которые между собой потом не будут взаимодействовать. Брать за основу опыт Москвы вряд ли стоит, а вот решения субъектов поменьше и небольших относительно столицы городов – Белгорода, Тулы – можно попробовать на территории нашего региона, рассуждает Дмитрий Разумовский. Представитель Белгорода принимал участие в круглом столе, рассказывал про опыт внедрения ИТС у них. Цели мероприятия были обозначены следующие – понять текующее состояние транспортной системы Обнинска, четко обдумать, к чему город стремится и наметить пути по достижению целей. Вопросов в ближайшее время будет больше, чем ответов. Участники совещания понимают и видят смысл в том, чтобы обнажить проблемы, обсудить их и найти решение. Дмитрий Глухов, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. На прошлой неделе был представлен новый директор муниципального пассажирского автотранспортного предприятия. Мы пообщались с Леонидом Тюленевым о том, в каком состоянии сейчас Потап, как его планируют развивать в дальнейшем, сможет ли предприятие жить без костылей в виде инфраструктурных кредитов. Старые и нуждаются в обновлении не только большинство автобусов ПТП. Здания, гаражи обветшало за годы все. Получаемый Обнинском инфраструктурный кредит на миллиард с плюсом рублей направят и на обновление базы около Киевского шоссе. Сейчас, например, мойки как таковой нету, будут дополнительные портальные мойки установлены, будет какое-то новое оборудование установлено. Заложены здесь изначально технологические, наверное, какие-то вещи, где как должно стоять, те же здания, те же площадки, ремонтная зона, они уже готовы, их надо просто модернизировать. Где-то что-то отремонтировать, очень сильно отремонтировать, вот крышу, например. Но они все функциональны, их можно использовать. И сто, и больше автобусов на базе поместятся, места хватит, рассказывает Леонид Тюленев. С новой техникой начнется новая жизнь для предприятия, машины смогут служить при должном уходе до 10 лет, уверяет Леонид Тюленев. Он подчеркивает, что у газомоторного транспорта ниже стоимость топлива и эксплуатации, плюс считается, что он экологичнее. Понятно, что цифра в 10 лет службы примерная, и много факторов могут ее как увеличить, так и сократить. Что же по истечении срока, ждать нового кредита или есть планы, как быть самостоятельными? По большому счету предприятие не может без кредитов развиваться. Если надо развиваться, кредит придется брать. Главное, чтобы его брать осознанно и экономически обоснованно, чтобы ты понимал, как ты закроешь этот кредит. Я не готов ответить сейчас, что произойдет через 7 лет. Сейчас задача основная – подготовиться к получению кредита, построить инфраструктуру по городу, подготовить предприятия для модернизации, набрать, обучить штат, полностью укомплектовать все, что требуется, и запуститься. Вот после этого, сейчас это основная все-таки цель, только после этого надо будет думать дальше. Все автобусы, которые будут приобретены, это только газомотор. Основная задача сейчас идет развитие в целом инфраструктуры города, для того, чтобы были заправки. На данный момент нет заправок, которые могли бы метаном предоставить автобусу. Это первое, и это один такой большой-большой пласт, от которого будет дальше все двигаться. На часть вопросов ответить Леонид Тюленев пока не может. Должен быть проведен анализ маршрутной сети города. По итогам его станут ясны периодичность движения автобусов, необходимое их количество на том или ином участке, в какое время какой вместимости транспорт запускать и так далее. Может сложиться впечатление, что сильных сторон у предприятия на данный момент нет. Нету слабых сторон. Остались самые сильные стороны. Это штат остался, осталась площадка и осталось желание сделать задачу выполнить и работать. Требуется порядка двух с половиной водителей на один автобус. Это такая некая расчетная величина. Будем набирать водителей, будем обучать их дополнительно. Если у кого-то даже нет права, будем обучать, стажировать. И уже потом, если они готовы, сдали все, то будем выпускать на маршруты. Заинтересованным предлагают обращаться в автотранспортное предприятие. Для обучения уже заключен договор с ДСААФ. Переподготовку на базе заводов изготовителей пройдет технический персонал. Одним только обновлением материально-технической базы дело не ограничится. Ставим перед собой такую задачу перехода на максимальный переход на безналичную оплату проезда. Сейчас уже у нас внедрена и работает безналичная оплата проезда, но для удобства пассажиров и максимального ухода от наличных денежных средств необходимо предусмотреть так называемые стационарные терминалы для оплаты проезда. Мы понимаем, что требования наличных денег, и только наличных денег, это говорит о том, что не все так хорошо и не все так чисто в этой организации, которая обслуживает данный маршрут. Поэтому чем более мы будем прозрачны, а безналичные расчеты, они все видны сразу. Мы с вами об этом говорили уже не раз, о том, что себестоимость, она очень отличается от тарифов. Я думаю, что все равно мы это откладывали решение, все равно как-то нужно будет опять выносить на обсуждение людей, и понимать, за счет каких финансовых средств мы будем покрывать разницу в себестоимости тех услуг, которые есть, и, соответственно, в реальных поступлениях от проезда. Планируемые реформы транспортной системы должны помочь общественному транспорту работать удовлетворительно, уверена городоначальник. И те проблемы, которые сейчас решить возможности нет, благополучно решатся. Дмитрий Глухов, Евгений Соколов, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ Это все на сегодня. Следите за нашими новостями в группе Обнинск Онлайн, в Фейсбук, Вконтакте и на страничке в Инстаграм, а также на нашем Ютуб-канале. Об интересных событиях в Наукограде и окрестностях расскажем в очередном эфире программы «Новости», которая выходит по будням в 19 часов. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова